За решеткой на скамье подсудимых 30-летний налетчик. Из материалов уголовного дела следует, что именно этот мужчина придумал план ограбления банка. Сообщники взял сводного брата и друга. У каждого была своя роль. Однако в назначенный день все пошло не по сценарию злоумышленников. Спределили роли, после чего утром 31 августа 2017 года прибыли по данному адресу, напали на сотрудника охраны офиса банка, применяя насилие, нанося удары по голове рукояткой пневматического пистолета, распылили лицо потерпевшего газ из баллона. Он успел нажать тревожную кнопку, оказав активное сопротивление, в связи с тем нападавшие скрылись. Без ожидаемого куша налетчики бросились в бега. Одежду, в которой пошли на дело, спрятали пневматические пистолеты, сдали в комиссионный магазин. 25-летнему самому ладому из обвиняемых криминальной троицы отводилась роль водителя. Он ждал подельников за углом банка, чтобы незамедлительно скрыться. Криминальная троица наделала много шума. В городе был объявлен план перехват, но задержать их по горячим следам не удалось. Двое нападавших на охранника кредитного учреждения успели добраться до города Пенза, но деньги закончились. Сводный брат, который остался в Оренбурге, вновь пришел на помощь. Поскольку Бережной переходится сводным брату Мельникову, после совершения преступления способствовал последнему, передав денежные средства на проездные билеты для убытия в город Москва. Всех троих задержали, они дали признательные показания. Сегодня Дзержинский суд вынес решение арестовать двоих подельников на два месяца, а вот водитель будет находиться под домашним арестом.